Глава Архангельска Дмитрий Морев побывал сегодня в Мизинском дорожном управлении. Новый подрядчик работает чуть больше недели. Сейчас на улицах 97 единиц уборочной техники. Это почти вдвое больше, чем у прежнего подрядчика. Все машины подключены к системе ГЛОНАСС. За их передвижением можно следить в онлайн-режиме на сайте организации. Мы работали на скорость. Может быть, не везде получилось красиво, качественно. Сейчас мы стараемся работать уже качественно. То есть навык наш растет. Мы работаем, соответственно, с водителями, с машинистами, да, техники. Мы стараемся все наращивать, свои силы. По словам руководства Мизинского дорожного управления, в планах создание интерактивной карты. На ней будут отображаться уже очищенные улицы, дороги и внутриквартальные проезды. Карта станет доступной для всех жителей Архангельска. Я считаю, что несмотря на ту большую нагрузку, в целом, конечно же, с замечаниями, но Мизинское дорожное управление достаточно быстро выровняло ситуацию и город убрало. У нас ежесуточно вывозилось от 1000 до 2000 тонн снега. Это очень большие объемы. По словам главы Архангельска, для подрядчика появились новые условия контракта. Это ямочный ремонт, обслуживание леерных ограждений, нанесение дорожной разметки. Контролировать работу Мизинского дорожного управления будут специальные бригады. Жалобы по уборке города можно оставлять на сайте организации. Уже сейчас больше всего претензий к уборке дворовых территорий. За них отвечает не Мизинское дорожное управление, а управляющие компании. Я призываю жителей активно работать со своими управляющими компаниями. Не забывать, что все-таки они являются нанимателями, эти управляющие компании, и добиваться от них комфортных условий проживания не только в доме, но и хотя бы на близлежащей территории. В случае бездействия коммунальщиков северяне могут обращаться в жилищно-коммунальную инспекцию или в муниципалитет.